Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире специальный выпуск программы «Республика». Завершается 2018 год и по традиции нам надо успеть вспомнить самые яркие, важные и приятные его события. Это совершенно необходимо, чтобы встретить новый 2019 год в хорошем настроении и правильно загадать желание. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. В справедливости этого замечания все мы убедились, прожив год добра, милосердия и великодушия. Волонтерское движение охватило все сферы жизни. Разумеется, добрые поступки мы все совершали и раньше, но в уходящем году стало особенно заметно, какая это великая сила. Вот только один из примеров. На итоговом совещании Госсовета страны, которое провел Владимир Путин, прошла необычная акция. Руководители регионов снимали с елки шары с новогодными желаниями людей, которые нуждаются в поддержке. Уже на следующий день трехлетний Трофим из Новочебоксарска и его родители получили подарок от главы республики. Я думаю, до Нового года надо исполнить, потому что на самом деле есть у дорогого, любимого ребенка определенные проблемы. Поэтому это, наверное, вручу маме для истории, вашего родословия, для семьи. Там мечта была, хочет массажный стол. Массажный стол здесь. Давай распакуем его. Сейчас развернем, соберем. Семен Семенов учится в Чебоксарской школе номер 37. Пишет стихи, играет в КВН, занимается тяжелой атлетикой. Диагноз ДЦП ничуть не мешает ему быть лидером школьного самоуправления и инициатором социальных проектов. Нет никакого неравенства в природе, все в нашей голове. Ключевая фраза одного из роликов проекта «Позитивное ТВ». Семен вместе с одноклассниками создают свой пресс-центр в помощь республиканским СМИ. Ребята уже сняли несколько видеоматериалов об инклюзивном образовании. В уходящем году Семен стал лауреатом общественной премии «Горячее сердце». Мне это нравится, мне это важно. И действительно помогать людям и своим примером, и просто чем-то руку помощи подать. И когда ты находишься в этой среде, понимаешь, что вот они люди, которые действительно что-то делают, о чем-то заботятся, работают, и быть в их числе очень приятно. Сегодня в Чувашии работают 1700 организаций, объединяющих более 50 тысяч волонтеров. И можно смело сказать, что ни один день этого года не был прожит впустую. Добровольцы не только занимались традиционными делами, наводили порядок в квартирах ветеранов, помогали больным детям, работали на важных спортивных и общественных мероприятиях, но и создавали людям хорошее настроение. И, конечно, без участия волонтеров никогда бы не состоялась такая масштабная акция, как присвоение аэропортам новых имен. Всего за месяц добровольцы опросили миллионы людей по всей стране. Чебоксарцы достаточно активные и активно принимают участие в этом проекте. Они заинтересованы. Они очень рады, что этот проект проводится, и также уже с нетерпением ждут результаты в конкурсе. Я захотела стать частью истории, потому что через 10, через 20 лет наш аэропорт также будет носить имя этого соотечественника. И в будущем мне уже будет приятно говорить, что да, я помогала, спрашивала мнение у людей, принимала у них голоса. В результате жители Чевашии дружно проголосовали за то, чтобы назвать Чебоксарскую воздушную гавань именем земляка, космонавта Андриана Николаева. И это не единственное новшество. Уже утвержден проект реконструкции Чебоксарского аэропорта. Обновятся зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа, таможенных пунктов, прилета, залов ожидания. Таким образом, полезная площадь здания увеличится более чем вдвое. У нас подсистен договор, 21-й год, уже цифры все знают о ней. 21-й год мы должны закончить реконструкцию. Реконструкцию здания аэровокзала. Значит, сейчас идет предпроектная работа. Проектант избран. Если аэропорту еще предстоит реконструкция, то два важнейших моста, Цивильский и Московский в Чебоксарах, уже вступили в эксплуатацию в обновленном виде. И это придаст новый импульс экономике республики. Вообще, в уходящем году было много событий, которые положительно отразятся на дальнейшем развитии. Сразу несколько предприятий расширили производство. Новые линии открылись на Чувашторгтехнике, ПО имени Чапаева, НПО «Каскад» в заводе «Сеспель». Потенциал нашей промышленности очевиден для нынешних и будущих партнеров. Особое внимание в воспитании народа кадров. Вот это первое. На меня очень сильное впечатление. Второе место – это особое внимание на качество. Третье – здесь, в заводе. Это очень важная инициатива инновации. Деловые связи республики продолжают расширяться. Соглашения с Кабардино-Балкарией и Крымом, договоренности, достигнутые с предпринимателями Республики Беларусь, послом Судана, представителями Китая, Италии и других государств, все это позволяет нам строить далеко идущие планы. Новые перспективы открываются и у инвесторов, которые осваивают территорию опережающего экономического развития. Такой статус получил в уходящем году Канаж. Пять резидентов уже приступили к работе. И еще несколько заявок в работе. Сельское хозяйство страны в последние годы демонстрирует уверенный рост. Экспорт сельхозпродукции обогнал поставки вооружений. А пока Чуваши держатся в общероссийском тренде. В этом году в Республике впервые прошел съезд фермеров. На самом высоком уровне обсуждали стратегию развития крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов. Ставка на единый бренд и производство экопродуктов. На долю фермеров приходится около 60% производимой сельхозпродукции. Производство сельхозпродукции выросло и по количественному объему производства, и по качественному объему производства. Но те земледельцы, сельхозтоваропроизводители, которые применяют современную технологию, современную технику, они даже в этих природно-климатических условиях в зоне рискованного земледелия получают урожай зерновых, если возьмем там до 60 центров уже доходит. В Чуваши делается все, чтобы отрасль динамично развивалась. В 2018 году в агропромышленном комплексе Республики реализуются 63 инвестиционных проекта на сумму 7,5 миллиардов рублей. Создано около 500 рабочих мест. В Урнарском районе открылся животноводческий комплекс. Если свининый крупнейший акрохолдинг региона обеспечен полностью, то в говядине здесь испытывают дефицит. С открытием нового комплекса эта проблема будет решена. В новом телятнике оборудовали 2000 мест, но даже с таким большим стадом смогут управиться 15 рабочих. Это инновационный комплекс. За большинство процессов отвечает автоматика. Аграрии Республики наращивают объемы выпуска овощей, картофеля, мяса, молока. В этом году в Чебоксарах снова заработал гормолзавод. Теперь перерабатывать молоко местных производителей возможно в своем же регионе. Мощность рассчитана на 1625 тонн готовой продукции в месяц. Наше молоко уже можно купить в 52 регионах России. В планах также наладить экспорт в Казахстан и другие зарубежные страны. Подводя итоги, можно сказать, что за 2018 год мы определенно достигли успехов. Благодаря господдержке сельское хозяйство в 2018 году сохранило устойчивый темп развития. В 2018 году на предприятиях Чувашии появилось более 3000 новых рабочих мест. И практически всюду требуются специалисты, чья квалификация соответствует современным требованиям. Задача отрасли образования – обеспечить рынок труда профессионалами. И с этим республика успешно справляется. Одно из главных образовательных событий уходящего года – открытие Чувашского кадетского корпуса. Его взвели в рамках окружного проекта «Кадетство» при большой поддержке Михаила Бабича, руководившего тогда Приволжским округом. Чувашский корпус стал шестым в ПФО. Украшением нашего проекта является вот этот великолепный кадетский корпус, который буквально чуть более года назад мы заложили с вами здесь первую капсулу. И вот прошло 14 месяцев. И этот великолепный храм знаний, по-другому его нельзя назвать, с этого момента начнет служить нашим ребятам. В кадетском корпусе учатся 400 кадет. Переполняет эмоции, потому что открытие такого корпуса – для нас огромная честь там учиться. До этого мы уезжали домой всегда, а тут мы будем жить. В этом году в республике открылась еще одна школа – Цивильская. На ее строительство ушло полтора года и 550 миллионов рублей. Это инвестиция, которая поступает в Чувашскую республику. И у нас более трех школ, четырех открывается ежегодно. Но это не только открыть школу, поставить ее, но самое главное – качественно ее построить. На следующий год открываем в Канаше, в Козловском районе и в Волжскую школу, Новый город, 13 детских садов для того, чтобы обеспечить нам дошкольное образование. Больше становится и учреждений доп. образования. В августе в Чебоксарах распахнула свои двери Детская академия искусств. Мы смотрели подобные объекты Москвы, Казани. Какие передовые технологии переняли, расположение кабинетов, содержательная часть, востребованность на сегодняшний день родителями, детьми. Здесь же не только классическое образование, здесь есть и новое интеллектуальное направление. Это и робототехника, это и передомоделирование. Строительство новых образовательных учреждений продолжается. Только в Чебоксарах в будущем году откроют 10 детских садов и школы на 1100 мест. В сфере образования трудятся талантливые педагоги. В числе лучших страны 12 учителей из Чувашии. Одна из них – Алена Ядрецова из Ибресинской школы номер 2. Важно, чтобы ученики услышали друг друга. И важно, чтобы ученик услышал тоже учителя. То есть, мы говорим, действительно, особенно сегодня, важно применение интерактивных методов на уроках. Это применение различных игровых форм. Успехов достигают и ученики. К примеру, воспитанники Кванториума – постоянные призеры всероссийских и международных соревнований. Технопарк – яркий пример грамотного подхода власти республики к подготовке кадров. Это отметили гости из Японии. Профориентации в республике уделяют большое внимание. Студенты техникумов и колледжей с большим интересом участвуют в соревнованиях WorldSkills. А в этом году в Чувашии заработал новый федеральный проект «Билет в будущее». Ученики 6-11 классов посещают мастер-классы в учебных заведениях республики. Сегодня нам рассказали, как устроена сантехника, как ее ремонтировать. Мне, по сути, очень понравилось. Мне кажется, что для дома это даже очень хорошо будет, то, что мастера даже не надо будет вызывать. В Чувашии активно реализуются молодежные проекты. В этом году четыре из них получили грантовую поддержку президента России на сумму 2 миллиона рублей. Самое главное – все вы в этом зале поменяли роль пассивных наблюдателей на ответственное отношение к окружающему миру и возможность реализовать свои собственные идеи и проекты. В этом году еще больше школ столицы региона подключились к проекту «Школьная медицина». Без отрыва от учебы можно посетить кабинеты стоматолога, охраны зрения, физиолечения, лечебной физкультуры, фитобар. И это далеко не единственное, чем могут гордиться врачи Чувашии. С 2018 года семьи, впервые ставшие родителями, стали получать дополнительную поддержку. Был установлен новый вид пособия. Это ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка. Размер пособия – около 9 тысяч рублей. Также существенной мерой поддержки семьям с детьми остается материнский капитал – пособие на третьего и последующих детей. За год в республике родилось 13 тысяч детей. В развитие здравоохранения Чувашии в этом году вложены рекордные средства – более 19 миллиардов рублей. Из них 18 миллиардов – из федерального бюджета. На эти деньги отремонтированы больницы, построены новые ФАПы, закуплены передвижные медицинские комплексы. На ремонт Красноармейской центральной больницы республика выделила 5 миллионов рублей. Даже лучше, чем некоторые городские поликлиники. В Новочебоксарске обновили хирургическое отделение городской больницы. Ремонта там не было с момента строительства. Новая система отопления, освещения, вентиляции. Заново отштукатуренные стены, потолки, обновленные полы, современные окна. Больше 30 миллионов рублей из республиканского бюджета понадобилось на все работы. Отделение рассчитано на 50 коек. Отделение будет оказывать помощь в полном объеме, в том числе все экстренные операции, полостные операции. Также впервые с момента открытия капитально отремонтирована женская консультация городского клинического центра в юго-западном районе Чебоксар. Отделение анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы тоже обновилось. Республиканская детская поликлиника отремонтирована за счет средств резервного фонда президента России. Огромные средства были вложены в ремонт реанимации Республиканской детской клинической больницы. Она полностью обновилась. Отделение сконструировали по модульному типу и оснастили новой системой вентилирования с разделенными потоками, которые практически исключают возможность появления внутрибольничной инфекции. И что немаловажно, в этой реанимации возможно пребывание родителей вместе с маленькими пациентами. Такого уровня отделений действительно, это реально, в детских больницах практически нигде нет. Только, может быть, в самых продвинутых федеральных центрах, в региональных больницах, но нет точно. Увеличиваются объемы высокотехнологичной медицинской помощи. В Республиканской офтальмологической больнице проводят операции по восстановлению зрения по уникальной методике. Дмитрий Арсютов, главный офтальмолог Чувашии, оперирует при разрыве от слойки сетчатки глаза. Аналогов этой технологии в России нет. Я очень счастлива, что есть такие технологии, которые позволяют нам вернуть наше зрение, которые мы потеряли. Я очень счастлива, спасибо. Новые технологии осваивают и врачи республиканского кардиодиспансера. В мае этого года там прошла уникальная операция по протезированию аортального клапана. Ее провел кардиохирург Роман Комаров. Профессор – руководитель клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Московского института имени Сеченова. Он один из первых в стране начал проводить операции по методу Азаки. Когда пораженный аортальный клапан заменяют не механическим протезом, а клапаном из собственного перикарда пациента. Плюсы этой технологии в том, что, ну, как любой биологический клапан, он не требует приема никаких препаратов вообще. И пацан приходит, сделали операцию, забыли о ней, и он ушел дальше. Теперь этот способ осваивают и чувашские доктора. Наши врачи, кстати, и сами делятся накопленным опытом. В этом году в Чебоксарах прошло заседание Совета приполномоченным представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, на котором обсудили вопросы повышения доступности медицинской помощи в регионах. Изменение ситуации в отрасли – задача общая для всего округа. Выше уровень медпомощи, выше и качество жизни людей. Сейчас решаются задачи, связанные с обеспечением пациентов жизненно необходимыми лекарствами. Частично нашла решение серьезное для регионов проблема – обеспечение лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. С 2019 года закупка медикаментов для лечения 5 из 24 орфанных заболеваний будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. Медицинская помощь должна быть доступна во всем регионе, особенно в самых отдаленных уголках республики. В этом году построено 25 фельдшерско-акушерских пунктов. В Чувашию поступило больше 100 новых автомобилей скорой помощи. Мы ставим амбициозные цели по развитию здравоохранения региона. Важнейшие из них – снижение показателей смертности от внешних причин, онкологических сердцесосудистых заболеваний, детскую и младенческую смертность, ну и, конечно, войти в число регионов с ожидаемой продолжительностью жизни 80+. В канун Нового года Рождество Христово хочется пожелать всем жителям республики в первую очередь здоровья, мирного неба над головой, реализации всех задуманных планов и достижения поставленных целей. С Новым годом! Будьте счастливы и не болейте! 2018 год. В Чувашии прошел под знаком 170-летие просветителя Ивана Яковлева. О человеке, посвятившем свою жизнь служению людям, можно сказать многое. Создав письменность, он подарил возможность чувашскому народу сохранить в материальных фондах свое культурное наследие. А оно с каждым годом приумножается. Одно из главных культурных событий уходящего года – вековой юбилей Чувашского государственного драматического театра. За сто лет театр поменял немало адресов. Более полувека назад труппа получила постоянную прописку на Красной площади. Правительство региона оказывает театру постоянную поддержку. Два года назад за счет бюджета приобрели современную звуковую и световую аппаратуру. Спектакли заиграли новыми красками. Калаятни! Коломастер! Коломастер! Айдара! Коломастер! В репертуаре театра около 300 постановок, каждый год не менее пяти премьерных спектаклей. Актеры не раз становились лауреатами престижных премий. В Международный день театра в Москве вручали награды самой почетной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Обладательницей премии «Золотая маска» стала Вера Кузьмина. Она выходит на сцену уже более 70 лет. Еще больше постановок мы увидим в наступающем году. Недаром 2019 объявлен годом театра. Всего в Чувашии их восемь. В среднем в год театр посещают более 500 тысяч зрителей. Международный балетный фестиваль, международный фестиваль театров, кукол, карусель, сказок, выставки, семинары, конференции, конкурсы. В следующем году нас ждет много зрелищных мероприятий. В этом году делегация нашей республики побывала в северной столице России. Повод был исторический подписание соглашения о сотрудничестве нашего Дома дружбы народов с Домом национальностей Санкт-Петербурга. Чувашское землячество города на Неве – одно из самых активных объединений земляков в северной столице. Регулярно проводят научные, общественные и национально-культурные мероприятия, организуют встречи и концерты. Подписанное соглашение – важный шаг в развитии этнокультурных связей между Чувашским Домом дружбы народов и Домом национальностей Санкт-Петербурга. В уходящем году Чувашия принимала федеральный сабантуй, борьба на поясах, концерт звезд эстрады и национальные угощения. Главные торжества развернулись на Красной площади Чебоксар, а у монумента матери-покровительницы в этот день даже появилась татарская деревня. В федеральной сабантуй отметили 18-й раз эстафету праздника «Плуга» регионы принимают друг у друга. Переходящий символ «Тулпарат» Чувашия получила у Астраханской области. В Чебоксар на сабантуй приехали гости из более чем 40 субъектов страны. В следующем году главы регионов планируют провести совместный всероссийский праздник чувашской культуры Уяв. Не исключено, что его отметят в Казани. Более 40 артистов, 20 регионов нашей страны. В этом году столица Чувашии принимала и всемирный паромузыкальный фестиваль, десятый по счету. У каждого из пары артистов был не просто номер, а целое шоу. Чувашию на паромузыкальном фестивале представлял ансамбль народного танца «Тантош». В коллективе занимается около 30 детей. У каждого проблемы со зрением, но это нисколько не мешает им блистать на сцене. Просторный зрительный зал, гримерка, библиотека, кабинеты для кружков – все по современным стандартам. Сразу три дома культуры открылись в муниципалитетах Чувашии. Новые площадки для творчества строятся в республике по программе устойчивого развития сельских территорий. За последние годы в регионе появилось уже 12 новых клубов. До 2020-го запланировано построить еще столько же. В Книгу рекордов России вписали размеры самых маленьких лаптей, сделанных в Чувашии. 10 миллиметров в длину и 7 в ширину. Лапти сплела Елена Клементьева, мастерица из этноэкологического комплекса «Ясна». И, как она сама признается, на это ее сподвигли дети. Сначала дети мне предложили сплести как можно меньше. Как можно меньше у нас сначала были большие, потом вот такие маленькие, а потом вот это были вот 3 сантиметра, потом вот рука навострилась плести, это 1 сантиметр и 9 миллиметров вот эти лопаточки, а вот это вот милипидерные, это вот как раз 1 сантиметр получается. Пять часов на одном дыхании и лапти готовы. Но повторить результат мастера дело нелегкое. Правый и левый друг от друга отличаются, а чего только стоит нанести на крохотную обувь декупаж. Кстати, талант передался Елене по наследству. Ее дед мастерил из дерева необыкновенные вещи. Например, мог собрать тумбочку без единого гвоздя. Если плести любишь, вот все получится. Мне кажется, сложности... Ну, что такое сложность? Если люди это делали, значит, ты сможешь сделать правильное. То есть сложности это в нашей голове. Вот. А если голова хочет и творит, то никаких сложностей не будет. Главное, чтобы была бы цель. Дальше просто передавать вот эти навыки из поколения в поколение. Эти лапти первые в своем роде в Книге рекордов России. Достижение не меньшего размера у нашей землячки Юлии Поличихиной. Она стала обладательницей почетного титула «Мисс Россия». И о 18-летней красавице из Чувашии заговорили по всей стране. Постоянные съемки, радиоэфиры, телесъемки тоже. Конечно же, поначалу я была просто очень напугана. Я боялась всего этого. Но после первого или второго, наверное, эфира я уже поняла, что мне все это нравится. И это моя сфера. Когда я пошла учиться на журналиста, поступила, тогда я поняла, что я смогу связать эту сферу как-то с моделингом. И мне кажется, мне было бы проще и учиться, и как раз-таки совмещать две эти работы. А дальше я планирую продолжать учиться в этом же направлении. После победы на всероссийском конкурсе Юлия представляла нашу страну на «Мисс Вселенная». Наблюдать за событиями мирового уровня чебоксарцы могли на инновационной площадке. Такое организовали в столице Чувашии во время Чемпионата мира по футболу 2018. Целый месяц на большом экране на Красной площади ежедневно транслировали игры с участием главных фаворитов турнира. Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. В уходящем году планету охватила футбольная лихорадка. Миллионы людей, затаив дыхание, следили за мундиалем, который проходил в России. Но и другие события в мире спорта не остались без внимания. Вспоминаем вместе. Жители Чувашии со спортом на «ты». И это вновь доказал уходящий год. Вот так массово в республике проходила лыжня «Россия». Среди постоянных участников – Пимин Петров. Его лыжи из цельного куска березы ничем не уступают современным. В Чебоксарах я уже вообще с 60-го года катаюсь по всем горам. Рекорды лыжников побили участники «Кросса наций». В республике на массовые старты вышли более 70 тысяч человек. Трехкилометровую трассу в этом году впервые проложили по Московской набережной. Чебоксары задали темп всем муниципалитетам. А здравствует спортивная Чувашия! Ура! Не первый год республика проводит успешно Кубок России по вольной борьбе среди женщин. За чувашскими спортсменками два серебра. Рекордсменками по числу наград стали монголки. Куда удачнее для команды республики прошел традиционный турнир на призы Николая Гаврилова. Хозяева Ковра завоевали 9 медалей в 6 весовых категориях. Мы как-то входим в тренерский состав сборной команды, понимаем, в каких весовых категорий в ближайшее время они попадут. Очень из 3-4 года. То есть опыт такая вещь, которая действительно никуда не денешь. Мы это видим. Это очень наглядно выражено. Возможно, ребята некоторые выстрелят. Конечно, безусловно. Для того, чтобы развивать вольную борьбу в регионе, создадут специализированный центр. Доверие. Это дорогого стоит. Мы ценим и дорожим. Второй же, касается уже финансовоставляющего, надо оснастить, надо где-то реконструкции сделать. Мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы без ошибок сделать этот центр. Одно из самых знаковых событий уходящего года – подписание соглашения с Минспорта страны. При поддержке федерального ведомства в республике возведут центр по хоккею при кадетском корпусе имени Кочетова. Павел Колобков поддержал и другую инициативу региона. В следующем году в Чувашии пройдет 100-й чемпионат России по легкой атлетике. У нас потенциал или там внутренний резерв еще огромен. Объекты строили и будем строить, а то, что взаимодействие у нас налажено с разными федерациями по разным видам спорта – это очень здорово. Глава республики обозначила приоритетную задачу. В ближайшие годы физкультурой и спортом должны заниматься больше половины жителей Чувашии. В федеральном ведомстве отмечают успехи региона. У вас созданы, мне кажется, условия для всех категорий населения и в муниципальных образованиях Чувашской республики и в городе Чебоксары. Хоккейный клуб Чебоксары отправляется на каникулы 43-мя очками в активе. В турнирной таблице ледовая дружина расположилась на третьем месте. Надеемся, что в следующем году спортсмены Чувашии будут чаще радовать нас своими победами. И еще одна приятная новость для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. В предстоящие праздники в столице региона обустроят лыжные трассы на Московской набережной, в парке «Пятисотлетие» и центре зимних видов спорта. Вот такие впечатления остались у нас от 2018 года. Добавьте к ним свои личные и пусть уходящий год оставит добрый след в вашей памяти. А новый 2019 подарит еще более яркие события, приятные переживания и новые успехи. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. С Новым годом! С новым счастьем!